здравствуйте друзья добрый вечер вы видите как на моем стекле водичка лежит так вот ну моросит дождичка водичкой лежит мы сейчас ее уберем так вот я просто хотел показать что есть с утра с утра сегодня хмурилось небо и такие громадные тяжелые тучи шли я перемежалась это с солнечными такими фрагментами вы видите тучи кремниевой долине тучи и вот обещали сегодня шторм на небе а сейчас вот что-то как-то все затянуло уже солнечного почти ничего не видно с утра обещали какую-то бурю бурю значит у меня светлана поставила беседочки то что вот во дворе у нас поставила такой ну как сказать плетеную такую мебелишку а сверху на эту плетеную мебелишку такие кладутся подушечки чтобы удобно было сидеть мягенько ну трепишные сверху вот так она пошла значит там забрала эти подушечки трепишные чтобы значит вот не пострадать им от дождя и отчет такого я не знаю вот я утром ехал тоже так наблюдал эту грядущую бурю а все-таки вот так немножко все-таки покапало немножко сказать что что-то такое произошло на витрила был такой знаете порывами вот так что можно сказать что мы сегодня переживали ну типа небольшую такую бурьку бурьку или бурю в стакане вот так можно сказать буря в долине буря в стакане небольшая такая бурька да а с утра я ехал и вот эту бурьку обозревал и что-то мне как-то не не говорилось не не хотелось по вопросам идти потому что как-то я устал от вопросов вот и какой-то такой темы хорошие не было точнее у нас там есть одна мы со светланой сейчас периодически обсуждаем но я не хочу ее касаться потому что у света есть чего сказать и я так подожду пока она выскажется эта тема о том кому надо ехать и кому не надо потом спрашивали люди говорили а чего вообще вот а чё вообще ехать то чего и вот это действительно очень интересный вопрос потому что действительно если которым не надо ну и вот как-то вокруг этого мы сейчас размышляем надо сказать что те вопросы которые задают наши зрители ну не в том смысле вот какую визу там и где взять а так о жизни вообще они нас заставляют задумываться и как-то друг с другом что-то обсуждать так мы вместе с вами становимся философическом смысле как бы так более умудренными изощренными не знаю ну вот думаешь на какие-то темы разные мнения знаете как разные перспективы это все очень обогащает на самом деле понимание жизни да кстати что хотел сказать народ если у нас есть зрители из сакраменто а у нас наверняка есть зрители из сакраменто то у меня сакраменто прибыла племянница значит я сейчас объясню степень родства дедушка племянницы дедушка это мой троюродный брат вот такая и как назвать по-научному не знаю вот если бы мы жили все в одной деревне и там были бы все мыслимые там виды раз родства я бы точно знал как это называется вот а так даже не знаю троюродная внучатая племянницы даже не могу сказать в общем да и вот значит и муж соответственно она молоденькая двадцати трех еще нету а ему 28 он он из турции то есть вот они приехали сейчас из турции она вообще из донецка сама значит племянница из донецка молодой человек ее из турции ему 28 и вот они сейчас поселились сакраменто и как бы сказать как всякие вновь прибывшие они испытывают недостаток в общении как вот не знают никого там надо чем спросить меня спрашивать там а я и понять не имею этом дилер шип присоветует где машину взять ничего себе это в сакраменто данным короче такие как работу искать сакраменто знаете тоже в общем сложности всякие поэтому если есть кто из сакраменто кто хотел бы вот так познакомиться там задружиться и так далее ну и немножко присмотреть как бы шефство такое взять потому что и в им действительно вот нужно они молодые шустрые бойкие там как-то в общем то более менее осваиваются но на самом деле тяжело так самостоятельно то вот так такая вот значит история так я между делом уже сообразил вот она мне подарила феску который я тут уже даже успел сняться значит ребята должны с сакраменто подъехать я не помню там когда конкретно 10 число они будут здесь и мы с с племянницей ее зовут злата мы с племянницей снимем какой сюжетик для вас вот у нее есть к моей феске у нее есть такая турецкая но как назвать ну типа вальки такой шапочка с такой валькой в общем будет прикольно вот потом что еще у нас да так вот я смотрел на красоту и что-то мне было не о чем толком поговорить как то не знаю на свете но тему мне не хотелось так думаю пусть она сама и когда я пришел в офис там на меня раз а поэтмен потом на меня два поэтмен потом я смотрю там время есть между вот этим а поэтмен там и следующим я думаю пойду к я в онлайн сделаю в ю тубе трансляцию почему в ю тубе они в например в перископе потому что в перископе у меня 850 подписчиков в ю тубе вы сами знаете там уже за 90 тысяч перевалило при том что они конечно не в одной степени активны вот но все таки это большая большая разница и в перископе во время трансляции у нас максимально там доходит но не там до 80 человек вот а здесь у нас сегодня при том что все это без всякого предупреждения без ничего доходило там да я боюсь соврать полутора сотен двух сотен такого плана вот просто просто потому что как бы больше народу ноги кроме того что сама трансляция конечно там относительно немного народу допустим даже если там было 200 человек то в записи посмотрит может быть там и пару тысяч тройку тысяч там и больше вот но качество записи в ю тубе кардинально лучше поэтому я уж так в данном случае предпочел youtube и он еще было интересно посмотреть на самом деле очень так чисто вот как по блогерски мне было интересно посмотреть что за народ вообще и есть ли какой народ в такое время у меня было где-то пол третьего дня соответственно скажем в москве пол второго ночи ставить и тем не менее там народ у нас был откуда только не было вот и из крыма и с белого моря там из мурманска может не из мурманска нет ну где-то вот в общем оттуда с кольского полуострова был народ я уже не говорю там про разные другие места из из некоторых стран различных ну естественно из москвы с улицы народного ополчения там где мы когда-то жили тоже был человек вот и я как-то чувствовал что я с утра в видео не сделал и и как бы за мной должок думаю ну пойду хотя бы так поговорю знаете чем хорошо не надо видео делать не надо его сгружать никуда не надо его резать на кусочки не надо потом его подвешивать вот поговорил спасибо всем бах вот тебе и видео висит знать как удобно в этом есть какой-то конечно какой-то такой элемент мечты так вроде времени но на обработку не тратишь вообще удобно хотя конечно на камере качество выше тут ничего не скажешь камера выше качество записи на камеру выше что еще сказать сегодня значит я сделал две картинки для инстаграма собственно я думал что я одной ограничусь ну так у меня план был сегодня снять какую-нибудь картину и тут смотрю бабах значит оля хвостович жена известного блогера пришла на интервью у нас в школе проходило интервью она пришла значит туда ну и а тут смотрю шапочка такая лежит знаете соломенная такая для девочки как раз и тут я на нее надеваю но чисто такая знаете французская крестьянка можно сказать если по-французски пейзанка вот и а у меня есть еще такая вполне на мою голову плетеная соломенная шляпа конечно называется брыль или бриль в общем как какая-то такая украинская соломенная шляпа и вот мы с ней в двух соломенных шляпах сделали фотку и она висит на инстаграме и никого не трогали а тут значит приходит еще одна девушка там мы ее мужу делали там резюме но так поговорили о жизни и я смотрю она такая кучерявая знаете таким мелким таким мелкими такими кудряшечками все это не накрученная прям настоящая кудрявая девушка и тут я вспоминаю что у меня есть осетинская папаха такая больше театрального конечно такого вида вот и тоже она светлая и тоже кудрявая я думаю все вот мы сейчас сфотографируемся как будто я кудрявый и она это же мы сфотографировались отправили на перед на инстаграм но надо сказать что конечно моя более белесая такая более блондинистая оказалась прическа вот уже то все таки настоящая девушка живая у меня как бы из барашка поэтому на на еще химически обработаны так что беленькая была но во всяком случае такой у нас был фан мы сегодня фотографировались с молодыми симпатичными девушками вот и соответственно не стали прятать это все от народа а повесили на инстаграм чтобы все могли порадоваться да тут у нас странно но вот несмотря на дождь казалось бы под дождь сложнее должно было бы ехать но я сегодня необычайно быстро добрался вот до этого места где мы сейчас находимся тут так обычно минут 25 вот в то время как мы сейчас едем на улице л камин и рил вот откуда мы свернули там обычно медленный такой трафик там плотненько все а сейчас что-то я куда они все подевались но мы намного быстрее доехали а я еду сегодня среда и по средам у меня эзотерика так что я еду к григорию нашему эзотерику на семинар а а мне там говорят как выгод откуда у вас столько энергии или там что делать чтобы трудности как пережить там вот вопросы задавали в трансляции на ю тубе и я думаю все таки а 4 года вот уже хожу к григорию в марте будет 4 года и это очень сильно повлияло на мою способность быстро скидывать себя какой-то внешний негатив или так как-то я намного спокойнее стал до этого меня намного проще было завести там как-то огорчить или что-то а сейчас я вот так совсем даже спокойно да не знаю рассказывать вам друзья или не рассказывать но у меня светлана что-то вот увлеклась рейки если вы знаете что такое рейки она взяла онлайновый класс ей сделали инициализацию и она теперь нам не тренируется вот вчера первый день у нас есть дома массажный стол она меня на массажный стол значит разложила я натурально улетел вот и надо сказать что вот почти сутки прошли почти сутки меньше я все эти сутки был в таком состоянии невероятного спокойствия какое-то прямо но даже я не знаю она не рассказывает секретов рейки говорит если там захочешь потом сам возьмешь вот но во всяком случае вот так она значит изучает безусловно энергетически света сейчас по-другому я я мог я со стороны могу сказать конечно что это на нее сильно действует то есть она как-то вот так мощь такая появилась то есть она раньше было ничего но сейчас что-то на прям так организовалась засветилась хорошо если которые не чувствуют этого дела и им кажется все это ерунда и ну в том смысле в каком не чувствует значит ерунда есть если чего-то они нету такого в твоем круге за кого где ты видишь значит его нету ну если ты не видишь начнет поэтому я так заранее извиняюсь если кто-то думает что я там чуть совсем поехал или что ну просто а когда люди чувствуют то вроде естественно вещь такая вполне материально да ладно вы видите тучки мне нравится тучки дождичек а то я все время еду и как-то вот уже задолбал вас однообразие солнышко небо голубое там ну в общем не то не то а так все-таки какое-то разнообразие и вы понимаете что всюду люди живут и в общем тоже они не чужды там дождика и тучки но не часто конечно не часто у меня есть несколько знакомых которые жили там или живут в сиэтле и мне-то самому сиэтл очень нравится и сиэтл и окрестность там там мило очень моросит то может быть там найти там не такие дожди проливные какой-то как в индии там жах там муссонные нет там так очень часто идешь по городу там моросит чуть-чуть так люди даже без зонтов никто зонтик не достает и мне как-то там прикольные на подъеме настроение хорошее все такое а люди которые там живут я им говорю а чего это вы тут жалуетесь там некоторые они говорят ты не понимаешь вот когда целый год и вот небо затянуто и солнышко там почти нету и вот вот как-то это депрессивно вот даже не знаю что сказать вот может быть если бы я там жил именно как-то по-другому видел а так поскольку мы обычно гостю им на этом приехали на несколько дней там и уехали нам даже как-то всегда везло мы когда попадали в сиэтл либо вообще не было дождя либо был не о чем говорить там ерунда какая то есть мы даже в приличный дождь ни разу не попадали как-то нам всегда так вот везло есть анекдот спрашивают у жителей сиэтла как ты отличаешь зима или лето если небо все время затянуто круглый год и он говорит но вы странные вопросы задаете летом же дождь теплый а зимой холодный это же сразу чувствуется вот я себя чувствую так вот по светловски сейчас небо затянуто зелено там где дождей много там всегда зелени много это очень красиво очень красиво и штат орегон вот я тоже очень люблю там невероятно зелено и влажность хорошие там и озера кругом со всех сторон местами комары конечно бывают но да это право в общем вот так а в калифорнии я не за всю калифорнию не могу сказать но вот тут мы живем что-то тут к воров практически нету если только вот знаете какую-нибудь низинку забраться где ручей по дну течет то вот возле этого ручья там допустим в радиусе там 10 метров могут быть комары такие злобные и здоровенные а так вот чтобы комара найти я даже не а почему так вот в одних местах по лесу не пройдешь обте они искусали а в других 4 комаров то нет да может быть это демократическая форма управления сказывается даже вот на мире насекомых я не знаю вот они не злые не злые совершенно как так прячется нас не трогают я думаю что надо бы конечно каким-то образом предупреждать о трансляциях в ютюбе потому что действительно многие люди бы пришли послушать но они не в курсе были и почему-то не срабатывает вот эта система оповещения вроде бы должны имейлы приходить но многим людям не под не приходит то ли они то ли чуть не срабатывает то ли они просто не подписаны на рассылку в общем я не могу сказать но до сих пор у нас все эти трансляции кроме светланы как все эти трансляции у нас были спонтанными я думаю что мы должны время какое-то завести если вы подсказали то было бы вообще здорово потому что я например не знаю меня светлана ругает когда я поздно ночью это делаю ну то есть допустим если я делал с 12 до часу то может быть было бы ничего но поскольку меня это может и до двух там идти последний раз что-то вообще там уже к трем часам ночи пришло она говорит что это неправильно я что-то не то делаю наверно она права в общем надо наверно по времени ограничить если в принципе мы заранее время назначили то мы конечно можем и продолжительность ограничить то есть все у кого вопросы были пришли там и ответили в смысле получили ответ там если что вопросы хорошие задают и вот сегодня там некоторое время ушло на то чтобы раскачегарилась эта вся трансляция но вопросы все были очень и очень нормальные то есть как-то если поначалу много странных вопросов но таких знаете не знаешь чего сказать то сейчас были хорошие поэтому я думаю что если вы посмотрите трансляцию может быть первые пять минут там надо пропустить а после этого уже пошло так вполне вполне ничего и когда аудитория переваливает за сотню то количество сообщений типа привет из новосибирска значит становится относительно небольшим там но может быть десять процентов еще десять процентов странные вопросы которые ну как-то я уже пропускаю даже не знаю что сказать вот а 80 процентов хороших вопросов хороших интересных и отвечать интересно и я думаю что и слушать тоже интересно то есть там есть о чем поговорить для людей которым ну как бы хочется что-нибудь узнать о жизни увидеть какие-то вещи там с другой стороны и так далее так что я в целом очень доволен там полтора часа получилось разговору вот а я уже можно сказать приехал на свою изотерику то ведь как стеклышко автоматом включается дворники не знаю как он отрегулированный я никогда сам его не регулировал но вы видите он когда достаточно много водички на стекле сам включается я его не трогу все значит мы с вами прощаемся и до новых встреч в прямых и непрямых трансляциях на нашем канале а если вы друзья скажете пару слов когда с вашей точки зрения лучше было бы делать вот эти трансляции ну допустим по московскому времени так чтобы всех нас привести к общему знаменателю вот по московскому времени было бы очень здорово я я бы тогда не ломал себе голову и может быть это было бы более точное попадание чем я вот отсюда вижу все наверное счастливо